МАРКСИСТКОГО УЧЕБНИКО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ Учебник нужен не только для нашей советской молодежи, он особенно нужен для коммунистов всех стран и для людей, сочувствующих коммунистам. Наши зарубежные товарищи хотят знать, каким образом мы вырвались из капиталистической неволи, каким образом преобразовали мы экономику страны в духе социализма, как мы добились дружбы с крестьянством, как мы добились того, что наша недавно еще нищая и слабая страна превратилась в страну богатую, могущественную, что из себя представляют колхозы и почему мы, несмотря на обобщисление средств производства, не уничтожаем товарного производства, денег, торговли и так далее. Они хотят знать все это и многое другое не для простого любопытства, а для того, чтобы учиться у нас и использовать наш опыт для своей страны. Поэтому появление хорошего марксистского учебника политической экономии имеет не только внутриполитическое, но и большое международное значение. Нужен, следовательно, учебник, который мог бы служить настольной книгой революционной молодежи не только внутри страны, но и за рубежом. Он не должен быть слишком объемистым, так как слишком объемистый учебник не может быть настольной книгой и его трудно будет освоить, но он должен содержать все основное, касающееся как экономики нашей страны, так и экономики капитализма и колониальной системы. Некоторые товарищи предлагали во время дискуссии включить в учебник целый ряд новых глав. «Историки по истории», «Политики по политике», «Философы по философии», «Экономисты по экономике». Но это привело бы к тому, что учебник разросся бы до необъятных размеров. Этого, конечно, нельзя допустить. Учебник использует исторический метод для иллюстрации проблем политической экономии. Но это еще не значит, что мы должны превратить учебник политической экономии в историю экономических отношений. Нам нужен учебник в 500, максимум в 600 страниц, не больше. Но я думаю, даже 500 – это тоже немаленький учебник. Это будет настольная книга по марксистской политической экономии. И хороший подарок молодым коммунистам всех стран. Впрочем, ввиду недостаточного уровня марксистского развития большинства компартий зарубежных стран, такой учебник мог бы принести большую пользу также и немолодым кадровым коммунистам этих стран.